Давай настроим с тобой рабочую среду для веб-дизайнера. Я подчеркну, тремя-четырьмя линиями, выделю жирным и вообще всем возможным способом поставлю акцент именно для веб-дизайнера и конкретно для тех задач, которые мы с тобой и будем выполнять в ходе данного курса. Как ты понимаешь, Photoshop это натуральный комбайн, ни больше ни меньше. В нем огромное число функций и возможностей, но мы как веб-дизайнеры используем далеко не все эти функции и возможности. И будет логично вынести те виджеты, те палитры, которые нужны именно нам и которые просто нам не будут мешаться. Обрати внимание, у меня справа здесь в панели уже вынесены необходимые мне палитры. Тебе нужно будет сделать то же самое. Опять же подчеркну, это не является какой-то истинной в последней инстанции. Это те палитры, которые мне лично пригождаются чаще всего. И именно поэтому они заслужили место справа на моем рабочем столе. В твоем случае ты можешь использовать некоторые другие палитры. Ну и соответственно их определить в правую часть рабочего стола. Как определить палитры в правую часть? Во-первых, нам нужно их выбрать. Давай я удалю несколько палитр. Как ты видишь, удаляются они очень просто. Правой клавишей удалить. И теперь попробую заново их поместить на им положенные места. Для этого я отправляюсь в вкладочку окно или windows в английской версии фотошопа. И здесь выбираю ту палитру, которая мне нужна. Конкретно это палитра info. В русской версии она, в русскоязычной версии она так и называется. Она тоже так и называется info. Клик, все, info появилось. Следующий пункт это навигация. Отправляюсь в окно и выбираю навигатор. Вот собственно он тоже появляется. Как ты видишь, он тоже появляется. И крайний, который я удалил, это история. Выбираем историю. И она тоже становится на свое место. Ну она становится на свое место, потому что до этого она здесь и стояла. Давай я вытащу все палитры из правого моего тулбара. И определю их вот так. Как ты видишь, палитры тоже можно вытаскивать и размещать в любых местах в нашей рабочей области. А для того, чтобы объединить две какие-то палитры, я беру не за вот эту плашку верхнюю, а за само название. То есть за вкладку я беру навигацию и отправляю вот сюда. Рядом с info. Как ты видишь, таким вот синим квадратиком подсвечивается. Это значит, что навигация упадет именно во внутрь этого квадратика. Вот так. Далее, давай с историей, я могу тоже ее поместить вот сюда. Собственно, абсолютно любую палитру можно поместить абсолютно куда угодно. Но я привык работать так, что история у меня находится отдельно. Итак, вот история. Давай, теперь я возьму ее за саму плашку и поднесу к палитре инфо и навигатору. Как ты видишь, сейчас появляется голубая черта. Это значит, что палитра истории, она у меня приклеится к инфо и навигатору снизу. Клик, как ты видишь, она приклеилась снизу. И теперь это одна единая палитра. У истории уже нет своей собственной плашки, в отличие от инфо и навигатора. Вот такую сдвоенную палитру я могу, конечно же, определить и вот сюда, в правую часть. Для этого я добиваюсь того, чтобы у меня появилась вот такая голубая черта. Клик, все. Палитры на месте. Как ты мог или могла заметить, что все палитры можно расширять, увеличивать в размерах. Если палитра тебе в данный момент не нужна, двойной клик по ней и она свернется. Двойной клик и она свернется. Двойной клик, соответственно, она будет развернута. Особое внимание хочу обратить на вкладку слои, каналы и пути. Иногда в русском переводе, в русскоязычном фотошопе этот пункт может называться как контуры. А в английском, ну, собственно, ты видишь, как называется эта палитра. Path. Пускай они будут рядышком и никуда друг от друга не будут отходить. Да, и самое главное, чуть не забыл, это палитра Properties, то есть свойства. Она вызывается точно так же из меню окно. Но, как ты видишь, палитру Properties я держу, скажем так, немного обособленно, потому что с ней, так сказать, особые отношения в работе, и ее нужно постоянно перемещать из одного угла экрана в другой угол экрана для более удобной работы. Ну, совсем скоро ты увидишь, почему и как это на самом деле работает. Справа же у нас находится палитра Toolbar. Она, кстати, точно так же отодвигается и точно так же магнитится к другим частям нашей рабочей области, потому что ее отправить вправо-влево, в общем, куда угодно. Ну, так уж повелось в наших краях, что палитра Tool, то есть палитра инструментов, она у нас находится слева. Здесь я ничего у менять не буду, это стандартное расположение этих самых инструментов, и я хочу, чтобы оно было такое же на экране, как и у тебя. Единственное, что я тебе покажу, небольшой лайфхак. Вот здесь за тремя точечками у нас прячутся, собственно, все эти инструменты. Если тебе какие-то инструменты просто мешают, ты их берешь и отправляешь вот сюда, в Extra Tools. То есть больше их не будет в нашей палитре. То же самое ты можешь вернуть какой-то инструмент из Extra Tools. Вот таким образом. Как ты видишь, некоторые инструменты, они у нас находятся как бы в группах. Что это значит? Это значит, что вот под каждым инструментом у нас есть стрелочка. Кликая, давай отсюда выйду, под каждым инструментом у нас есть стрелочка. Кликая на нее, ты видишь, что как бы за этим инструментом скрывается некий набор других инструментов. Вот, собственно, этот набор. Конкретно вот тут ты можешь и настроить то, какие инструменты будут где скрываться. Как ты видишь, у нас есть обычная кисть, ну и какие-то другие виды кистей. И ты можешь их вытащить из группы и, скажем так, обозначить отдельное. Вот, собственно, отдельно этот инструмент и появляется. Точно таким образом ты можешь перетаскивать из одной группы в другую группу разные инструменты и настраивать эти самые инструменты для себя и своих нужд. Повторюсь, нам в работе сложенное применение этих инструментов совершенно не понадобится. Давай я сверну палитру Properties и оставлю ее жить вот здесь, чтобы она сильно не напрягала, чтобы она сильно не закрывала нам экран.